Победители окружного фестиваля театральное при Волжье честовали сегодня в Доме правительства. С акцентами школьной студии лицея номер 4 и межвузовского театра Абрикосовый сад встретился глава Чуваши. На сцену эти ребята выходили уже сотни раз, а вот в кабинете главы Чуваши оказались впервые. Творческим людям соответствующий прием. Такая же неформальная встреча состоялась и на куполе Дома правительства. Новое поколение, которое уже занимается творчеством. Будущее России, будущее искусства, творчества всего того в ваших руках практически. Верите в это? Да. Такое случается не часто. Два победителя фестиваля театральное при Волжье из одной республики. И студенческий, и школьный коллективы удостоились призовых мест в своих номинациях. Итоги объявили в субботу. И всю неделю ребята принимают заслуженные поздравления. Дмитрий Туманов, это эксперт по этим конкурсам. Он сразу, когда после победы, мне позвонил, говорит, я восхищен. Хотя он сам из рода Петербурга, но у него, оказывается, корни родителей Чуваши. Вот так вот. Сам вообще по-чувашски не владеет. Да, да, да. Дмитрий Туманов. И он говорит, я так был горд, что мои, говорит, мои, говорит, такой, говорит, блестящий выступили. Спектакли оценивались и профессиональным жюри, и зрителями. Причем зрители не могли голосовать за участников из своих республик. Но наши артисты настолько понравились соседям, что постановка студенческого театра «Мой дедушка был вишней» заняла первое место. А спектакль школьной студии «Наброски судьбы» – третье. Актеры, исполнившие лучшую женскую и лучшую мужскую роли, тоже из Чувашии. Я еще в этом плане новичок, и как бы занимаюсь этим, ну, сейчас вот ровно год, наверное, будет скоро, то, что я этим занимаюсь. И вот старался за счет того, что режиссер мне помогал. И, естественно, я нашел какие-то общие черты, нашел какие-то общие воспоминания, потому что такая же там любовь к дедушке своему или еще чему-то, любовь к семье. Действительно, это сыграло свою роль, и как бы, когда ты вот чисто с любовью это все делаешь, то зритель это ловит и проникается. Театр – это такая кафедра, с которой можно сказать миру много добра, говорил Николай Гоголь. Победители театрального приволжья получат гранты на реализацию новых проектов. А уже на следующей неделе в ДК ЧГУ стартует фестиваль, который пройдет уже под эгидой театра «Абрикосовый сад». В нем примут участие коллективы из районов Чувашии и соседних регионов. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.